Повышение цен на консоль PlayStation 5 Выпуск эксклюзивов на ПК, что как бы делает их уже не эксклюзивами Платные обновления до версии PlayStation 5 игр, которые были на PlayStation 4 И наконец самое ужасное преступление Ремейк первой части The Last of Us за 70, мать его, баксов Sony, вы чё там, оху**или? Это будет такое разговорное видео, но обычно я разговорное видео записываю не на игровые темы Да, на какие-то отвлечённые Но тут мне захотелось поговорить о том, что Sony делает не так, что вообще с ней происходит Почему это происходит и что же нам всем с вами делать с этим Если вам нравятся подобные разговорные видео на игровые темы, пожалуйста, поставьте лайкосик Если вы не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь Да, на стриме не забывайте приходить и комментарии тоже пишите, что вы думаете по всему этому поводу Начнём с недавнего подорожания консолей PlayStation 5 по всему миру, кроме США По словам руководителя бренда Джима Райана, его компания была внужена на увеличить стоимость флагманской приставки из-за сложных экономических условий Райв отметил, что корпорации пришли к такому из-за высоких мировых темпов инфляции, а также колебаний валютных курсов При этом уточняется, что PS5 подорожает во всём мире, кроме США Тут любой человек, который более-менее как-то там стоит на ногах твёрдо и понимает что-то в этом мире Знает, что дело тут совершенно не в инфляции Потому что если бы дело было в инфляции, да, если бы подорожало, например, производство консоли, то цена бы повысилась в том числе и в США Но в США они цену повышать не хотят, потому что там, если кто не знает, очень популярен Xbox И, естественно, если они повысят цену на PlayStation, покупать её там будут намного меньше Зато весь остальной мир с радостью скупает там нигде, там плойку найти нельзя Второй год или третий год, я уж сам не помню Консоли в большинстве стран всё ещё находятся в дефиците В чём же кроется истинная причина повышения цен, да Если вы думаете, что это там, может быть, я не знаю, проблемы в чипах Всё, они там подорожали, да Но на самом деле они в последнее время дешевеют, и это не так Настоящая причина Деньги и жадность Доказательством того, что Sony пытается заработать на лояльной к себе аудитории А у них очень большая, как вы понимаете, фан-база Sony её годами просто нарабатывала, выпускала действительно качественные игры Вы не думайте, что я какой-то хейтер Sony, я там ненавижу Sony и так далее Всё наоборот, я обожаю Sony, у меня дома PlayStation 5 Я покупаю игры на Sony с большим удовольствием играю Мне всё нравится, сама консоль, её качество, всё замечательно, меня всё устраивает Но, если мы говорим о политике, которую проводит Sony Вот здесь у меня большое количество вопросов И мне абсолютно насрает, какое количество хороших, качественных игр они выпустили в предыдущие года И вот, собственно, доказательством эксплуатации лояльной аудитории является, конечно же, платные обновления до версии PlayStation 5 То есть люди кое-как там постарались, купили всё-таки эту PlayStation 5 Это было для них большой проблемой Некоторые купили её там в 2-3 раза дороже И вот у них есть версия для PlayStation 4, за которую они в своё время заплатили 60 баксов Поэтому Sony, естественно, для того, чтобы увеличить продажи, там, выпускает версии знаменитых игр для PlayStation 5 И ты вроде как, уже у тебя игра есть, но возьми ты просто, нажми на кнопку и бесплатно обновись И ведь раньше так и было, большинство игр, которые выходили на PlayStation 4, потом можно было бесплатно обновить до PlayStation 5 И это была отличная идея, великолепная, которая увеличивала и продажи, и лояльность аудитории Но потом в какой-то момент они решили, что нет, всё, теперь обновление до нового поколения будет стоить 10 баксов Где-то ещё хуже, например, у меня большая проблема, что я никак не могу получить версию Ghost of Tsushima для PlayStation 5 Потому что обновиться можно только до версии Director's Cut, которая стоит уже намного больше, по-моему, 20 или, там, 30 долларов Короче говоря, в общем, это ещё дороже выходит И подобными вот действиями они продолжают дариться аудитории, при этом плюют ей в лицо и выпускают свои бывшие эксклюзивы на ПК Но, на самом деле, если вы тут думаете, что я скажу, вот Sony, я ваши игры покупал за 60 баксов Вы знаете, причём, на самом деле, в России тогда это было реально 60 баксов Никакой региональной ценовой политики у Sony нет, как вы знаете, да, и в России они точно так же и стоили, там, те же 60 баксов Ну или около того, там, с небольшой разницей То есть это не как в Steam, что ты, там, игру, которая стоит 60 баксов, покупаешь за 2 ксаря И вот я, значит, покупал, а вы мне плюнули в лицо и теперь этим вонючим ПКшникам продаёте игры, да Они должны были купить вашу консоль, чтобы играть в них, а вы что делаете, зачем? На самом деле, я не отношусь к этому числу людей, которые кричат подобное Мне на самом деле нравится, что Sony выпускает свои эксклюзивы на ПК Это хорошая идея, это можно и действительно заработать, и увеличить, опять же, свою аудиторию Ну и дать людям, которые, там, не хотят покупать PlayStation 5, поиграть в реально классные игры Такие, там, Last of Us, God of War, Horizon Zero Dawn и так далее, и так далее, и так далее Но у меня тут есть один важный вопрос, Sony Почему вы игры четырёхлетней давности продаёте за сумму, как будто игра только что вышла? Потому что давно известная практика, что цены на игры, которые, там, вот, вышли давно Они по себе падают, 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 да, и какую-нибудь игру, которая стоила 60 баксов когда-то Можно купить за 20 баксов без скидок, просто это будет её нормальная цена сейчас Sony считает, что раз она вышла только что на ПК, ну, то вот 60 баксов, пожалуйста Я не говорю, конечно, чтобы они продавали за 20, но можно было бы, ну, хотя бы символически, там, снизить до 55, до 50 долларов Это было бы приятно, это бы, опять же, увеличивало лояльную аудиторию Такая, вот, спасибо, вы старую игру, вроде как, переиздаёте, получается, да Но не за фулл прайс, а чуть поменьше, хотя бы чуть-чуть Причём я тут не говорю про региональные цены в Steam, да, я говорю про общие цены Просто, что вот они выпускают игру в Steam, там, неважно, в США, там, в Европе, она стоит 60, там, баксов или 60 евро Моё мнение, так быть не должно, но Sony должна доить, им надо выдать как можно больше бабок И последней каплей для меня лично, чтобы вот записать это видео, стало, конечно же, переиздание первой Last of Us Во-первых, моё мнение всегда было такое, что этой игре вообще не нужен никакой ремастер А уж тем более ремейк, как они говорят Потому что ремастер уже есть, он выходил на PlayStation 4, он вполне нормально смотрится Он вполне нормально играется в современном мире, на современной консоли И на PlayStation 5 он у меня есть, я могу взять него и поиграть Но ладно, ладно, Sony хотят заработать Почему? Потому что выходит сериал по Last of Us Понятное дело, будет новая аудитория людей, которые не знакомы с серией И им хочется продать более новую версию первой части Заработать на этом, да, и как бы увеличить аудиторию фанатов The Last of Us В этом нету ничего плохого Это бизнес, надо зарабатывать Конечно же, ну, понятное дело, что Sony не хочет бесплатно всем раздавать игры И говорить, вот, ребята, наслаждайтесь, всё здорово Но! Можно же всё это делать как-то по-человечески Ну зачем делать из себя вторую Nintendo, которая просто за любой доллар удавится Нахер будет там, если что-то ты там сделал своими руками, похожее на нинтендовский продукт У тебя нахуй засудят, потому что ты, сука, что-то спиздил, даже не заплатил за авторские права И вот видно, что такая крупная компания, она пытается тянуть бабки отовсюду Вот такое ощущение, что у них мало денег, и надо побольше, больше, больше Эта жадность ужасно отвратительная И Sony начинает вот по этой дорожке нинтендовской потихонечку идти Потому что она делает этот ремейк А я не могу назвать это ремейком, да, потому что... Ну, это ремастер, это рискин, по-хорошему Да, они очень хорошую работу сделали, если говорить про визуал Действительно, графика сильно поменялась Но так ли она сильно поменялась, чтобы платить за это 70 долларов? Нет, конечно Я вот у дуру смотрел видос недавно, и он задал абсолютно адекватный вопрос Если, сука, Sony продавала Last of Us вторую часть Новую игру с новым сюжетом, новыми персонажами Все новое там, новая боевка, новая графика За 60 баксов Какого, извините меня, хуя Ремастер, ремейк, блядь, называйте как хотите Стоит дороже Это старая игра Там старый сюжет, там ничего не поменяли в плане геймплея Насколько я слышал Немножечко улучшили там искусственный интеллект, совсем капельку И втюхивают нам это за 70 баксов И вот за все это стоит сказать спасибо Вот этому человеку И вот этому человеку Так я понял, именно они принимают вот эти вот финансовые решения Чтобы тянуть бабки из аудитории, из лояльной, из новой Чтобы доить всех, вот, кого ты только можешь подоить Скорее побольше Дайте нам денег, у нас очень мало Мы подняли цены на PlayStation 5 Мы сделали платными апгрейды Мы продаем ремастеры, мать твою, за полную цену Ну и на ПК там тоже выходим Давайте там, короче, в общем-то будем издавать те игры Которые мы называли эксклюзивами и делать их неэксклюзивами Единственное хорошее решение Sony, которое они приняли за последнее время И то было продиктовано стратегией Xbox Да, что они сделали свой геймпасс Я имею ввиду, Sony сделали вот этот PS Plus подписку Трех уровней, разный по цене С кучей бесплатных игр, которые ты можешь играть Пока у тебя подписка, это активно Это очень хорошая идея Там действительно хороший список игр, большой Много интересных, много хитов Причем даже не в самой дорогой подписке Есть куча хитов, которые стоят очень много денег А тут ты заплатил там, грубо говоря, цену одной игры И можешь год играть там во все эти игры И скорее всего ты их все за этот год И если, конечно, поставишь такую цель, пройдешь И это действительно круто, хорошее решение Но оно продиктовано только и исключительно конкуренцией с Xbox Потому что Sony начала терять аудиторию свою И люди начинали покупать Xbox, потому что это было тупо выгодней Геймпасс это охуительная тема Фил Спенсер ебет красавчик И вот Фил Спенсер заставил Sony Спасибо большое, Фил, сделать этот геймпасс Да, это классно, это круто Все, больше никаких хороших для своей аудитории Sony решение не принимала И вот у меня стоит вопрос Доколе это будет длиться Как долго Sony будет наращивать свою жадность Да, и плевать лицо своей аудитории Как долго это будет длиться И остановится ли это когда-то Поэтому я, в общем-то, записал это видео Я хочу, чтобы люди об этом говорили Да, вас я что призываю делать Конечно же, не покупать ремастеры за 70 баксов Если уж очень вам хочется поиграть в переиздание Last of Us 1 Вы можете просто подождать скидок каких-нибудь Да, или там, я не знаю, купить игру с рук Чтобы было дешевле и так далее, и так далее, и так далее Сам я стараюсь апгрейды всякие тоже не покупать Потому что, ну, это жесть какая-то К тому же, в принципе, большинство игр, которые имеют апгрейд для PlayStation 5 Если он платный, я его не покупаю Ну и все, они нормально работают в версии PlayStation 4 Например, Ghost of Tsushima, тот же самый версии PlayStation 4 Там 4K 60 FPS, все нормально, все хорошо работает Ну, в общем, если я вижу платный апгрейд Я его не покупаю Sony должна понимать, что это кривая дорожка Это неправильный путь Это неправильное отношение с аудиторией Я не понимаю, что есть Sony Boy, которые все схавают Все простят вообще хорошо Ладно, все нормально, значит, посрать нам, да Мы будем за все платить У нас есть бабки, мы хотим сидеть на диване Играть в новый Last of Us, там 70 долларов Sony, спасибо Жопу поцеловали Ягодицу каждую полизали И, в общем-то, все здорово у них, здорово и классно Но есть люди адекватные, которые понимают Которые тоже возмущены, так же, как и я Всеми последними решениями Sony Вас всех призываю, ребята, пожалуйста В общем-то, так сказать, голосуйте рублем Ну, или там, лирой турецкой, да Если у вас сейчас турецкий аккаунт Я надеюсь, что Sony поймет со временем Что так делать нельзя Что так делать неправильно И начнут, например, продавать свои игры на ПК подешевле Начнут делать бесплатные апгрейды Снова для версии PlayStation 5 Снизят обратно стоимость PlayStation 5 Она у меня уже есть Мне это насрать, что там ее подняли Но я прекрасно понимаю, что это решение Чисто продиктованное с жадностью Желанием заработать С абсолютно тупыми отмазками о том Что вот, там что-то подорожало Хотя, на самом деле, это все неправда Это все легко можно проверить Что там подорожало, что не подорожало Если говорить с точки зрения производства Сейчас дешевеет Потому что проблемы были как раз во время ковида А сейчас это все немножко устаканивается Становится попроще Если мы говорим про производство Понятное дело, что да, инфляция Да, сейчас сложный такой экономический период идет везде Но в США он тоже идет Там мы цену поднимать не будем Но его нахрен Правильно, да Там тоже Xbox, бля Они все пойдут покупать Xbox вместо Sony Давайте там не будем поднимать Заодно во всем мире Остальном давайте на 50 евро поднимем Это, между прочим, дохера денег Естественно, ремейки за 70 баксов Это вообще шиза какая-то, как по мне Короче, я очень надеюсь и верю в Sony Что они начнут как-то исправляться Что люди не будут покупать Не будут на это вестись Даже на старте PlayStation 5 Они были намного более дружелюбны Своей аудиторией, чем они сейчас То, что они на ПК издают Пусть издают Но сделать их дешевле Игры-то старые Но 4 года игре Нет, они издают Их на 60 баксов продают Ладно, все, ребят Если вы согласны, не согласны Пишите в комментариях Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Спасибо большое, что досмотрели Опять же, если нравится подобный формат Вот о том, что я так вот Эмоционально высказываюсь По поводу каких-то Событий в игровой индустрии Тоже напишите об этом в комментах Буду очень рад вашему фидбэку А на сегодня это все С вами был Марадер Стоит вас гигабайт Жесткий темп спектр фьюл